Здарова, чуваки, аудиофилы! Сегодня у нас на обзоре интересный ЦАП-усилитель на R2R-матрице. Называется он Hartfield R1. Крутой ЦАПик, я его довольно долгое время тестировал, прежде чем снять видеообзор, потому что он необыкновенный, необычный и, опять же, повторюсь, крайне интересный. Сейчас быстренько его распакуем, вы посмотрите на него, я расскажу о кое-каких нюансах, да, они там есть, а потом вернемся сюда и поговорим о его звучании. Как видите, у меня здесь такой небольшой творческий беспорядок. Это своего рода анонс на следующий видос. Kiwi Ears KE4. Да, вот такие наушники будут, я их еще даже не распаковывал, это так на будущее. А сам ЦАП непосредственно приходит в картонной коробочке с выражением цепи резисторов, и в ней больше ничего, только ЦАП и избишник, вот этот типси, типси. Кобелек очень такой жесткий, не гнущийся особо. Самое интересное, это вот этот ЦАП. Да, здесь есть аналоговая регулировочка звука. Вот этот вот колесико очень плавное, мягонькое, крутится все хорошо. С задней стороны тоже логотип видим, Hartfield R1, и тут конвертер тоже, цепи различные изображены. Ну и можем посмотреть, что у него внутри. Это, кстати, стекло, оно прохладное, это алюминька. Здесь 3,5 и балансный. А когда мы все это дело подключаем, то оно еще и светится. И вот так на пятикратном увеличении все это дело выглядит. Можем рассмотреть, конечно, поближе. Еще сделать 10x. Можем, конечно, еще увеличить. Давайте чисто по приколу, раз смартфон это позволяет. 20x. А давайте... А, 100x нет. 100x есть только на фото. Ну ладно, я уже размечтался, думал, сейчас сделаем зум и стократный. А вот эта макросъемка, я, конечно, лучше сделаю фото, потому что на фото макро получится более детальным, более четким и более читаемым, чем на видео. Тут еще смартфон болтается. В общем, здесь можно будет рассмотреть все необходимое. Он максимально простенький, видите, вот такой. Здесь нет каких-то вычурных экранчиков, нет кучи переключателей, здесь нет кнопок никаких, только регулировка громкости. А сейчас я вам расскажу о совместимости и несовместимости этого устройства с различными софтовыми плеерами. К примеру, плеер Fio Music, софтовый плеер, который ставится на любой смартфон и так далее, он не совсем корректно дружит с этим Hartfield R1. Потому что есть искажения в звуке, если здесь выставить высокий уровень громкости, а в самом плеере Fio Music выставить маленький уровень громкости. Искажения будут слышимы и они неприятные. Если же в самом Fio Music выкрутить громкость на максимум, а здесь с минимума регулировать как вам угодно, то искажений нет. Вот такой тут нюанс. А к примеру, с плеером Neutron абсолютно никаких проблем не возникает. То есть какой-то софтовый, видать, глючок именно с Fio Music. Ну, я обязан вам об этом рассказать. Так, честный обзорщик, ставим лайк. Сейчас давайте перейдем к описанию звучания этого устройства. Hartfield R1, пожалуй, самое музыкальное устройство. R2R-матрица нужна для того, чтобы исключить влияние регулировки громкости звука на конечный результат. Это позволяет получить реалистичный динамический диапазон и цифроаналоговое преобразование с регулировкой громкости без потерь. Выходы, как вы уже видели, 3,5 сингловые, 4,4 балансный, вес 20 грамм. Тестировал я этот ЦАП-усилитель на своих любимых внутриканальниках LeShure Reginald 7M и на Fio FT5. Это планарные, здоровенные, полноразмерные наушники. И те, и другие наушники озвучиваются этим ЦАПом очень хорошо. Очень музыкальный источник. Есть в нем что-то притягательное. Обычно ЦАП-усилитель тестируешь и надолго не хватает интереса. Потому что, ну, какой-то он понятненький, простенький и как бы... Я все понял, ну, ничего особого. А здесь ты когда слушаешь его, ага, а вот такой задник он показывает, ого! Следующая песня, ага, какой крупный образ исполнительницы, ого, какой живой вокал. А попрогрелся он 5-15 минут там. Потом ты слушаешь, о, какие верха вкусные, красивые. И каждый раз он тебя чем-то удивляет и тебе хочется слушать и слушать его. В нем все одинаково приятно звучит. Веет от Харфилда некой солидностью. Есть ощущение, что слушаешь более серьезный источник, нежели портативный ЦАП-усилитель. Да, это своего рода, наверное, iBus D16 Type-Pan на минималках. Вот, к примеру, есть очень классный источник 7 Гц Artemis 39. Это как Fio K9 Pro на минималках. Техничный такой он, пространственный, очень интересный звучание, очень серьезный, но нифига не музыкальный особо, скажем так. А здесь это как будто тот самый iBus D16 Type-Pan. Ты слушаешь, и ты очарован его звуком. Очень классный источник, и поэтому я и говорю, что он гораздо серьезнее звучит, чем вообще, чем в среде вот этих вот ЦАП-усилителей. На сегодняшний день я бы как раз мог выделить, пожалуй, более такой техничный, довольно пространственный, просторный по звучанию Artemis 39. И в плане музыкальности и вовлечения, и просто какого-то потрясающего кайфа, именно вот этот Hartfield R1. Звучание R2R отличается от коммерческих чипов. И отличается более взрослой подачей. То есть, если какой-нибудь взять LeShuer DT03, или взять какой-нибудь Razielza 39, или взять какой-нибудь уж Syngota D4X, они все звучат, ну, на свою сумму, скажем так, и не более того. Да, они, кто-то неплохо звучит, кто-то, ну так, кто-то получше. А когда ты этот слушаешь, ты понимаешь, что у него подача, как у хорошего плеера, как у хорошего стационара, ну, в своей ценовой категории. Но он отличается от других малышей вот подобного плана. Все-таки R2R-матрица, либо обвязка, 64 резистора, ну, в общем, что-то на звук влияет однозначно, причем влияет в значительно лучшую сторону, его очень приятно слушать. Hartfield R1, довольно басовитый, с правильной и очень вкусной передачей низких частот. Середина ламповая, теплая, но при этом четкая и незамыленная, с достойной передачей нюансов в этом диапазоне. Бас глубокий, упругий и вместе с тем мягкий. Такие низкие частоты до всем бы источникам. Зачастую на коммерческих чипах или чипах, наверное, не хватает тока от смартфона напряжения, потому что не всегда низкие частоты далеко не всегда прям звучат как положено, как в хорошем стационаре или плеере. Потому что, как правило, источники все-таки вот такие, вот подобного плана, миниатюрные, они как ни крути, все равно не выдадут тебе тот масштаб, массив низких частот, которые выдают плееры или стационары. Этот может, этот слушаешь, ты понимаешь, что ты ни в чем не ущемлен. Вот в очередной раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день самый интересный лично для меня источник в плане вот именно портатива миниатюрного, вот если спросить, какие лучшие? Artemis 39 и R1. Именно из портативок. Высокие частоты обладают приятной плавностью и красивыми раздельными перкуссионными. Они хорошо контролируются, не проявляя сибиллянтов. Опять расхваливаю, да? Вот казалось бы, вот скажи какую-нибудь гадость, ну скажи, что отвратительное, скажи что-нибудь такое. Ну давай, 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 про него что-нибудь... Не, не могу, он действительно нравится мне, он действительно хорош. Высокие частоты напоминают чем-то старые наушники от Сенхов, когда еще немцы делали эти наушники, когда верха детальны, но при этом они не излишне не ярчат, излишне ничего не пилят. И вот когда соблюдается идеальный баланс между низами, верхами, серединой, и ты просто весь в музыку, и ты слушаешь, и ничего тебя не отвлекает. Весь в музыкальном материале. Это и кайф этого источника. Сцена широкая и объемная, с крупными образами, как у дорогих устройств. Ничего не мельчит, ничего не пищит где-то вдалеке, там певичка там не стоит оттуда, не доносится откуда-то оттуда, но не орет тоже в лоб, как это иногда бывает у некоторых недорогих источников. Здесь образ крупный, вокал крупный, ты слушаешь большое помещение, большой зал, глубокий зал, очень хорошо масштабирует сцену. Громкости добавил, у тебя бам, сразу все большое. Чуть убавил, чуть скомпоновалась сцена, чуть отдалилась, чуть поменьше. Очень приятно реагирует именно на повышение уровня громкости этот аппарат. Hartfield R1 создает ощущение аналогового звучания, следов цифры нет и в помине. Он обладает высокой мощностью, создает крупные образы, имеет хорошую детализацию и солидное звучание. Hartfield R1 способен раскрыть потенциал аудиофильских наушников, поэтому я могу рекомендовать этот источник тем, кто ищет компактное устройство с серьезным уровнем звучания. На сегодняшний день это лучший по звуку и вовлечению портативный ЦАП-усилитель, который я тестировал. На самом деле, то, что я прочитал и рассказал про него, является правдой. Ни слова выдумки, ни капли здесь лжи никакой нет абсолютно. Я еще раз повторюсь, его я тестировал долго, потому что я получал от него большое удовольствие. Каждый раз ловил себя на мысли, что я уже как-то, наверное, подустал, что ли, от плеера Fio M23. С его потрясающим вовлечением, потому что он как все строит, великолепно, ты слушаешь, но как-то, наверное, подустал. И вот этот вот источник после дорогущего плеера для меня показался каким-то новым миром, что ли. Нет, он, конечно, не лучше, чем Fio M23, но он дает совершенно свое. Он больше похож, я еще раз говорю, на Type-an D16, у которой тоже своя распайка стоит вместо какого-то коммерческого чипа на усилителя А-класса. И здесь по-другому это тоже все звучит. Его слушаешь, он не похож ни на какие другие ЦАП-усилители. Нельзя сказать, что он чем-то смахивает на офигенный Афул Сновинайт. Или нельзя сказать, что он похож на офигенный Артемис 39. Хотя Афул Сновинайт, он супермузыкальный. И этот супермузыкальный. Но они по-разному супермузыкальные. И вот если бы на сегодняшний день я выделял самые крутые три ЦАПа-усика какие-то, которые я тестировал, это был бы Афул Сновинайт со своей супермузыкальностью. И необычными интересными верхними частотами. Это был бы Артемис 39, который является минимальной копией Fio K9 Pro. И это, пожалуй, вот этот, который очень похож на Айбаса Тейпанды 16. Ну как очень. В своей миниатюрной версии, так скажем. Какие у нас, друзья, итоги по этому аппарату? На сегодняшний день могу советовать Афул Сновинайт, Артемис 39 и вот этот. Это самые три лучшие аппараты. Конечно, если хватает бюджета. Естественно, я могу советовать и другие ЦАП-усилители, потому что, понятное дело, не каждый может выложить 150 баксов за ЦПУ-сик портативный. У нас, как говорится, на разный бюджет есть обзоры. Посмотрите, там и за 3000, и за 2500 есть ЦАП-усилители. Кому интересно, на канале есть обзоры на все, даже на бюджетные вот на это вот. Ну а если вы располагаете 150-200 баксами, то очень даже. У Fio выходит новинка K15. Кому интересно, напишите в комментах. Я протестирую и сделаю видеообзор. Ну, если вам интересно, конечно же. А на этом, друзья мои, все. Ставим лайки, не забываем чесать яйки, естественно, себе. И пишем комментарии. И помните, что Hartfield R1, это, конечно же, круто. Но самое главное, берегите себя и свои аудиофильские кокушки-чпокушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова